Уже с начала года представители пермского общепита почувствовали существенный скачок стоимости на ряд продуктов у поставщиков. К примеру, ценник на огурцы вырос на 30%, на 20% подорожали помидоры. Например, владельцы бизнеса по продаже народного фастфуда, такого как шаурма, с текущими условиями, планируют справляться с помощью поднятия стоимости на свою продукцию. Мы планировали небольшое повышение, но как раз, как я и объяснял, оно связано с тем, чтобы вернуть экономическую модель в ту, которая была до всего этого скачка, всей этой истории. То есть мы стараемся вообще в принципе поднимать цены постепенно, поднимать не так, как, допустим, все цены выросли, и мы так же быстро скакнули. Но если у нас и будет повышение, я думаю, что оно будет совсем небольших, то есть это в пределе от 3 до 7%, если по всему меню смотреть. За год цены заметно выросли практически на все компоненты самого народного фастфуда. Например, соус на одну порцию теперь стоит не 5 рублей, как в марте 2023, а 11. Аналогично морковка выросла в цене в два раза. Отпускная цена весной 2023 составляла 160-170 рублей. Сейчас шаурму продают в среднем по 210 рублей за штуку. Выросли в цене не только компоненты шаурмы, но и аренда помещения, а также дополнительные издержки. Повысилась аренда с нового года, по всем точкам у нас увеличение прошло где-то на 10%, где-то на 15%, где-то на 20%. Это опять же инфляция, мы от этого не можем повлиять на цену аренды. Собственники тоже понимают, они могли до этого, два года не поднимали аренду, сейчас подняли, получается, с учетом прошлых лет показателей. Это естественный процесс. Я считаю, продажа общепита любого бизнеса, она не так сильно зависит от цены, которая на рынке на продукты. Потому что могут продать по разным причинам. В новых реалиях владельцы точек с шаурмой вынуждены снова искать выход из ситуации. Но экономить на ингредиентах никто точно не собирается, как и на зарплате сотрудников. Безусловно, все это сказывается на том, что мы видим на прилавках не только магазинов, но и в том числе в Хорике. То есть та же самая шаурма. Курица подорожала? Подорожала. Огурцы подорожали? Подорожали. Капуста выросла в цене, ровно как и помидорки. Получите, распишитесь. А если мы еще ответственные предприниматели, мы еще зарплату проиндексировали. Соответственно, это все накладывает отпечаток на итоговую маржу предпринимателя. Что делать? Его расходы при этом не падают, потому что бензин тоже, как вы видели, упал у нас на одну копейку. Соответственно, что мы вынуждены делать? Мы вынуждены пересматривать прайс. Если стоимость овощей выросла значительно, то цены на курицу и говядину уже стабилизировались. Как заявляют владельцы точек самого популярного фастфуда в Прикамье, ценники на свою продукцию не будут повышать в этом году, но начнут это делать уже весной. К слову, повышение цен будет незначительной всего на 7-10%. О продаже бизнеса никто речи и не ведет. По словам представителей местного общепита, повышать ценники на шаурму они начали еще в прошлом году. В этом тенденция продолжится. Но клиент рост цен может заметить не сразу. Из-за поэтапного повышения стоимости фастфуда резюмируют игроки рынка.